помните мы говорили с вами про проекты которые я хочу снимать я хочу снимать то что вы никогда не встретите на дороге а если встретите то вам очень дико повезло и сегодня не исключение сегодня нам удалось вырвать на обзор hyundai accent 16 самой редкой комплектации в мире поехали стой стой дизлайк убери такого на нашем канале никогда не будет я пошутил сегодня у нас будет на обзоре та машина которую в принципе все уже давным-давно видели в интернете вы все ее знаете это очень знаменитая тачка у нее на драйве в районе 45 тысяч подписчиков я обязательно прикреплю ссылку если вам но если вы не знаете то посмотрите про меня это очень интересный проект 2108 акула мы снимаем машину которую знают в принципе все я думаю что каждый из тех кто смотрит каждый из вас ее видел в интернете не один раз большинству из вас было меньше десяти лет чтобы вы понимали когда эту машину купили и начали строить эти ребята мне было тогда 14 парни купили простую обычную восьмерку 90 по моему четвертого года и решили сделать из нее реальным проект то что мы сейчас называем проектами там поставил себе крутые диски либо покрасил машину это смешно называть проектом проект стоит реально за моей спиной реально настоящий проект который затянулся уже на 10 лет и еще думаю затянется не меньше потому что это реально проект который делается полностью от переда до зада полностью своими руками я думаю что это самый знаменитый принципе проект сделаем своими руками на просторах интернета и в принципе в россии на данный момент это у них самый топовый самый показательный проект вот они на нем показывают то что они умеют делать чтобы вы понимали от переднего бампера до заднего бампера все сделано и слеплено своими руками сейчас я вам все это покажу просто ребята 10 лет назад 11 лет назад купили и у них было в голове то как она должна выглядеть вот реально в топе и они начали ее потихонечку пилить первое что они сделали это отпилили ей крышу уронили на 6 сантиметров заказали стекла и посадили крышу на 6 сантиметров ниже полностью и что из нее получилось я думаю результат ну просто просто по максимал очки как это можно было сделать вот не больше не меньше все идеально они попали прямо в точку крышу ребята тоже решили сделать полностью топовой и на 90 процентов она состоит из стекла стекло здесь чтобы вы понимали 9 миллиметров толщиной и это 90 процентов крыши вот вот это все это панорамное стекло на заказ это моя мечта наверное если у меня будет возможность я сделаю такую на зазик что максимально можно было сделать с этой крышей я думаю ребята сделали вот просто что может быть круче просто полная панорама на восьмерке чтобы вы понимали на восьмерке 94 или 3 года полная панорама ребята вообще просили не снимать салон но мы никогда никого не слушаем поэтому я решил вам показать он весь не сделанный но он топовый все равно когда не доделают это будет просто я не знаю эта крыша это просто кайф хоть днем хоть ночью просто у тебя над головой небо вот ты не видишь и этой херни блин потолка сиденье поставили от парше 911 полностью электрические еще и там надуваются они там чего-то там только нету в них линии очень удобные кайфовый кожаная оригинальная кожа 911 парше эти диски по моему на ней стоят уже как раз таки вот лет восемь а то и десять они вот как сюда их изначально поставили они сюда подошли идеально просто мне кажется они смотрятся вот как положено поставили четырех поршневые тормоза 15 тормозные диски тормоза какие-то здесь просто ну супер вообще бомбический задние тоже дисковые тормоза и и стоит какой-то неродной вакуумник вакуумника от какой-то иномарки короче очень крутые тормоза они офигенно справляются но не справляется на ней вообще со своими задачами передние колеса они просто они сливают вот ты на ней едешь первая вторая там третья если ты на ней не газуешь она едет хорошо как только турбинка начинает дуть прощай за топ и сделано реально аккуратно все это сделано из пластика из стекловолокна просто все сделано реально на совесть мне она нравится крышу занизили на 6 сантиметров и вот сейчас смотришь на стоечку и здесь вот просто краска лежит все это выровняно и подготовлено так как будто это реально столько это идеально выведенная машина идеально открашенная идеально сделаны люк точнее панорама и кстати это первый турботаз на которым я ездил вообще в своей жизни по-моему да я ездил на атмосферных заряженных тазах на на турботазе я еду первый раз если вообще это можно назвать тазом ну конечно по документам это восьмерка но по факту жигулями и либо восьмерка ее назвать ну просто никак сейчас меня на перекрестке ребята спрашивали сколько стоит эта машина сколько типа она обошлась я говорю она стоит 10 лет жизни по деньгам нельзя посчитать ну как как можно посчитать такой проект по деньгам вообще какие тут деньги 10 лет и хочется сказать огромное спасибо ребятам которые меня поддерживают ребята из команды оператор спб которые делают нам видос звук и монтаж просто вот без этого без всего у нас бы получалось говно а сейчас у нас не говно поэтому огромное спасибо ссылочки на их канал и прикреплю в описании они обычно выставляют за свою версию обзоров огромное спасибо а мы продолжаем в общем весь прикол этой тачке все равно в любом случае во внешке остается но прокатиться я думаю на не стоит она очень хорошо валит она очень приятно едет она очень хорошо рулится и основное количество кайфа ты получаешь от прохожих от заряженных эмоций и от нас всех кто тебя видит короче поехали просто самолет смотри про салон вообще даже не вздумайте вообще что-то говорить люди которые сделали такую внешку я думаю что салон они сделают не менее топовый просто сейчас не до него так свет по ощущениям эта машина мне по езде очень напоминает зазик она такая на зазик тоже по салону не доделана такая шумка не в идеале не очень шумка очень шумный мотор и очень хорошо валит вот прям вот реально и по подвесочке также вот прям вот зазик напоминает и по эмоциям примерно тоже самое держишься это реально первый таз на котором я прокатился с турбиной и это офигенное ощущение вот этот звучок на холостых так не слышно в отсечке а когда ты едешь и сбрасываешь газ все это руль у нее очень маленький и очень тяжело крутится вообще они как бы установили электроусилитель но они его еще не подключили поэтому сейчас рулится как бы тяжело но зато ты ее прям хорошо чувствуешь она прям вот вся в твоих руках машина в круг тонированная это конечно с одной стороны прикольно по внешне но мне кажется если мы сейчас попадемся будет обидно зато можно есть вот так вот так вот так перед гаишниками вот так привет командир если она не на первой скорости или на второй пытаться газовать она едет до того пока не начинает дуть турбина примерно с 3000 начинает хватать турбина и машина перестает ехать она начинает просто буксовать сейчас я вам это покажу вот вторая передача ничего не хочется говорить когда на ней едешь просто ничего за счет того что привода разной длины я так понимаю тот привод который короче начинает крутиться быстрее и поэтому когда она буксует у нее начинает руль стаскивать она не едет ровно если бы не было блокировка для этого кстати делать блокировки я так понимаю чтобы когда она буксовала руль держался ровно а тут и начинает швырять когда она буксует поэтому особо не по наваливаю отвечаю самая крутая восьмерка в мире но чем может быть круче из восьмерки чего можно сделать из восьмерки они уронили крышу они поставили крутые диски они сделали топовую внешку они поставили достаточно неплохой мотор когда они доделают еще заднюю независимую подвеску сделают тогда будет вообще вышка мечта не то что школьников а мечта реально блин многих пацанов про эту машину можно рассказать ну очень долго можно растянуть обзор на 30 на 40 минут можно поднять ее показать днище там показать какие чего куда но нам это не нужно мы показали то что посчитали нужно я думаю на этом надо завершить хочется сказать огромное огромное-огромное спасибо ребятам которые ее создали которые нам и предоставили stl performance ссылочки прикреплю в описании если вам интересна история этой тачки перейдите и посмотрите там есть все за 10 лет что с ней делала но все хорошее когда-нибудь заканчивается так же как и заканчивается этот обзор возможно он был хорошим возможно не очень это уже судить вам мы что смогли то и сделали я думаю пора ехать спать время уже наверно в районе восьми часов спасибо всем кто потратил на нас время спасибо оператору спасибо тем кто предоставил тачку вообще спасибо вам всем огромное а я поехал спать всем пока а а и и и Субтитры сделал DimaTorzok